Кто кем повелевает? Технология нами или же мы ею? До выборов местные советы осталось совсем мало времени. Политические партии и кандидаты, выйдя на финишную прямую, пустили в ход свое главное оружие. А именно завышенный рейтинг своих политил. Именно так они в своей собственной политической матрице пытаются манипулировать нашим сознанием. С каждыми выборами проблема с фальсифицированных рейтингов политических партий значительно углубилась. То есть политсилы намеренно завышают процент узнаваемости среди своего электората. Эксперты также отмечают, что такую технологию манипуляции на самом деле используют политические партии, чьи реальные рейтинги не позволяют преодолеть проходной барьер. Непосредственно перед избирательной кампанией, сейчас она только началась, чтобы всех основных политических партий провели свои социологические опросы. Это так называемые внутренние соцопросы. Естественно, что они имеют данные, с которых они начинают старт своей избирательной кампании. В публичный срез выкладываются только уже опросы, которые были после определенных манипуляций. Политические партии, рейтинг которых завышен, которые готовы платить за эти рейтинги, они заказывают у так называемых социологических фирм, которые очень часто никто никогда не слышал, никогда не знал. И они дают какие-то определенные результаты, которые вообще не отображают то, что происходит в политическом поле и на выборах. Когда какая-то партия заказывает так называемый экзит-пол до выборов, они всегда говорят, что это такие проценты, которые лучше для их нового кандидата и так далее. Точно так же таким же грешат и партии. То есть поскольку им нужно как можно больше показать процент, они заранее говорят, мы проходные, мы можем победить, нам только все зависит от вашего голоса. Только вы нам даете и все, мы проходим. Поэтому это тоже такая технология, партии выгодно заплатить такие деньги, то есть оно очень хорошо работает. Такая технология используется в основном теми партиями, у которых отсутствует программа конкретных действий. Таким образом, вот такой нехитрый ход на подсознательном уровне влияет на так называемую победу в предвыборной гонке. Крово говоря, их сознание просто разрывает на части. Каждый из кандидатов пытается внедрить какие-то свои характеристики. Для человека же очень важно одно дело, что ему говорят совершенно другое, что он бессознательно чувствует. Люди, попадая под манипуляцию, они на самом деле, никто ведь не пытался отследить, а что с ними потом происходит. По словам Оксаны Болотовой, никто из кандидатов и политтехнологов не думает о последствиях своих манипуляций на сознание человека. У человека будет просто конфликт. Конфликт между тем, что ему внушено, и конфликт то, что будет происходить вокруг него. То есть в конечном итоге это будут две конфликтующие части внутри него самого, что обязательно приведет к, скажем так, начиная от психологических и заканчивая соматическими расстройствами, которые обязательно скажутся. В конечном итоге человек не может найти для себя правильного решения. Внушения на подсознательном уровне и реальная жизнь станут конфликтовать настолько, что человек станет жестко уязвлен. Только в начале октября Одесситом обнародованы сразу три разных социологических опроса, которые, как утверждает политолог Павел Колотвин, также не являются точными. Разобраться, где манипуляция, нетрудно. Для того, чтобы понять, кто провел манипуляцию с опросом, можно посмотреть на лидеров опросных мнений. То есть, скорее всего, тот, кто побеждает в этих опросах, кто-то и провел манипуляцию. Либо это политическая партия, которая находится на пределе, то есть набирает минимальное количество процентов для прохода в, например, местный совет. По словам политолога, академические опросы авторитетных институтов социологии в Одессе до сих пор так и не были проведены. Необходимо, конечно, анализировать и ссылаться на крупные социологические агентства. На данный момент по Одессе таких опросов не проводилось. Крупные академические социологические институции подобных исследований не проводили. Например, это КРИС, например, это Центр Разумкова. Оно работает во многом благодаря тому, что у нас нет устоявшихся неформальных правил среди самих социологов. То есть, если бы какая-то фирма могла поплатиться за один раз своим именем и больше никогда не надеется на то, что она получит заказ от нормальных честных опросов, вот только тогда мы могли бы избавиться от этой технологии. Пока у нас такие неформальные правила не сложились, никто не несет репутационные потери от того, что он продает свое имя. В то же время одесские социологи уже озвучили свои данные исследований. Но они, по мнению политтехнологов, не совсем точные, так как проводились лишь на протяжении четырех дней. А среди респондентов всего одна тысяча человек. А это 0,1% от общего количества жителей Одессы. Также большой процент людей скептически отнеслись к самому опросу. Затруднились ответить или ни за кого не будут голосовать по партиям больше 20%. И по мэру практически 30%. Местные выборы в Одессе уже сейчас эксперты называют самыми непредсказуемыми. Согласно новому закону, в Одесский горсовет попадут лишь 64 кандидата. И пророчат в горсовете присутствие только кандидатов четырех политических партий. А именно блок Петра Порошенко «Солидарность», «Доверяй делам», «Украинская морская партия» и «Оппозиционный блок». За бортом окажется БЮД, которая по Одесской области в выборах Верховную Раду 2014 года также набрала меньше проходного барьера. И скорее всего самопомощь. И остальные партии. Для того, чтобы для избирателей результаты выборов не оказались сюрпризом, нужно обращать внимание не только на псевдорейтинги, а и внимательно читать предвыборную программу. Так как если в ней, к примеру, есть вопросы государственного значения, то к такой партии нужно относиться с осторожностью. Если вам кандидат обещает создать новую армию или создать какие-то вещи, которые решаются на всеукраинском уровне, это все неправда, это манипуляция. Еще древнекитайский философ говорил о том, что обществом трудно манипулировать только в том случае, если в нем много умных. Доверяйте мнению экспертов, эмоциям, мыслям и своим рассуждениям о том, кто достоин быть депутатом, а не липовым опросом, которые вам навязывают. Чтоб потом не получилось, как в знаменитом фильме «День выборов». КОНЕЦ КОНЕЦ